Желудочно-кишечная система зависит от координации симпатической и парасимпатической нервных систем, пейсмекерных клеток и нейронов в стенках желудка и кишечника, а также гладкой мускулатуры стенок желудочно-кишечного тракта. Если какая-либо часть нарушена, то это может привести к гастропорезу, который представляет собой задержку опражнения желудка при отсутствии механической обструкции. Гастропорез обычно является идиопатическим, но он связан с рядом заболеваний, таких как сахарный диабет, гипотериоз, неврологические состояния, такие как болезнь Паркинсона, вирусные инфекции или даже аутоиммунные заболевания. Существуют также и трогенные причины, такие как непреднамеренное повреждение блуждающего нерва во время операции или это может быть связано с такими медикаментами, как эпиоиды, агонисты альфа-2 адренорецепторов, такие как клонидин, трициклические антитебрессанты, такие как амитрептилин и антихолинергические средства, такие как атропин. У людей с гастропорезом могут быть такие симптомы, как тошнота, рвота, боль в верхней части живота, раннее чувство насыщения, вздутие живота и в тяжелых случаях непреднамеренная потеря веса. При физикальном обследовании обычно выявляется вздутие живота или болезненность в верхней части живота, но без напряжения или ригидности. При подозрении на гастропорез пациентам следует пройти эндоскопию верхних отделов, чтобы убедиться в отсутствии механической обструкции. Поскольку верхняя эндоскопия не всегда может выявить механическую непроходимость, после верхней эндоскопии можно выполнить КТ-блюшную полость или магнитно-резонансную энтерографию, чтобы подтвердить отсутствие механической непроходимости. Теперь для установления диагноза гастропорез необходимо провести синтеграфическую пробу опражнения желудка. Для этого теста прием медикаментов, влияющих на моторику желудка, следует прекратить не менее чем за 48 часов до проведения теста. Кроме того, у людей с сахарным диабетом перед тестом следует измерить уровень глюкозы в крови и если у них гипергликемия, то ее следует корректировать до проведения теста. Чтобы тест был точным, уровень глюкозы должен быть ниже 275 миллиграммов на децилитр. Затем пациента кормят обезжиренным яичным белком и безвкусным радиоактивным материалом, обычно технеция, который обнаруживается при синтеграфии. Визуализация выполняется сразу после приема вещества внутрь, а затем еще раз через 2 и 4 часа после. Задержка опражнения желудка определяется как задержка более 60% содержимого желудка через 2 часа и более 10% содержимого желудка через 4 часа. Основываясь на значениях через 4 часа, задержка опражнения желудка считается легкой, если сохраняется 10-15% содержимого желудка, средний, если сохраняется 15-35%, или тяжелый, если сохраняется более 35%. Как только диагноз гастропорез установлен, важно выяснить основную причину. Лабораторные тесты включают гемоглобин для проверки на анемию, особенно при подозрении на злокачественное новообразование, уровень глюкозы в плазме натощак, общий белок в сыворотке, альбумин для оценки недоедания у лиц с непреднамеренной потерей веса, ТТГ для проверки на гипотериоз и антинуклеарные антитела для поиска аутоиммунного заболевания. У лиц с сахарным диабетом также измеряют гликированный гемоглобин для оценки гликемического контроля. Если пациент курит, то также получают антитела Анна-1 или Анти-Ху, поскольку гастропорез также может проявляться как паренеопластический синдром, особенно при раке легких. Далее важно отличить миопатический процесс, то есть расстройство скелетных мышц, такое как склеродермия, от невропатического процесса, то есть расстройство нервной системы, такого как диабет. Это можно сделать с помощью гастродоэденальной манометрии, при которой чувствительная к давлению трубка эндоскопически вводится через нос в тонкую кишку на 1 или 2 часа. Трубка воспринимает давление от мышечных сокращений. При миопатическом процессе мышечные сокращения имеют низкую амплитуду, тогда как при невропатическом процессе мышечные сокращения обычно имеют нормальную амплитуду. Лечение гастропореза, как правило, основано на изменении рациона питания и отказе от медикаментов, которые задерживают опражнения желудка. Прежде всего, пациенты с сахарным диабетом должны стараться поддерживать жесткий гликемический контроль, поскольку острая гипергликемия может задерживать опражнения желудка. Этим людям также следует избегать терапии на основе инкретинов, такой как промлентит и глюкокон-подобные аналоги пептида-1, потому что они также могут задерживать опражнения желудка. Диетические изменения, которые могут помочь, включают более частые приемы пищи небольшими порциями, до 5 раз в день, с низким содержанием жира и содержащие растворимую клетчатку, например, черную фасоль или брокли. Это связано с тем, что жир и нерастворимые волокна, такие как овес, задерживают опражнения желудка. По той же причине следует избегать газированных напитков, алкоголя и курения. Людям с легким гастропорезом рекомендуется сосредоточиться на хорошей гидротации, и им часто назначают витаминные добавки. Если человек не переносит твердую пищу, то к жидкой пище добавляют витамины. Если диетических изменений недостаточно, для контроля симптомов гастропореза используется медикаментозная терапия. Прокинетические препараты, такие как метаклопромид, являются терапией первой линии, поскольку они улучшают опорожнение желудка за счет усиления антральных сокращений желудка и уменьшения расслабления дна желудка после еды. Если человек не реагирует на метаклопромид, можно использовать другой прокинетический препарат – домперидон. Да и во время лечения домперидоном необходимо проведить электрокардиограмму, поскольку домперидон повышает риск развития сердечных аритмий. Если человек не реагирует на прокинетические препараты, можно назначить макролидные антибиотики, такие как эритромицин, поскольку они вызывают высокоамплитудные желудочные сокращения, которые увеличивают опорожнение желудка. Важно помнить, что эритромицин может вызвать ахифилоксию, а это означает, что чем больше его водят, тем менее эффективным он будет. Еще одно состояние, вызывающее симптомы, похожие на гастропорез, это синдром циклической рвоты. Синдром циклической рвоты – это идиопатическое заболевание, при котором у человека наблюдаются эпизоды рецидивирующей рвоты, чередующиеся с периодами нормального самочувствия. Характер эпизодов рвоты индивидуален для каждого человека, но в целом рвота начинается рано утром и сопровождается вялостью, болями в животе и анорексией. У взрослых эпизоды рвоты обычно длятся до 6 дней, после чего наступает нормальное самочувствие в течение нескольких месяцев. У детей эпизоды рвоты более нерегулярны и могут случаться каждые несколько недель. Синдром циклической рвоты связан с мигренью, а также с вегетативными расстройствами, такими как повышенный симпатический тонус, эндокринные расстройства, вызывающие чрезмерную стимуляцию гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси, различные пищевые аллергии и хроническое употребление каннабиса. Синдром циклической рвоты требует дифференциального диагноза для исключения других причин рвоты, таких как токсическая этиология или расстройство кишечника. Лечение включает поддерживающие меры, такие как предотвращение обезвоживания с помощью внутривенных жидкостей, противорвотных средств, таких как долосатрон, и использование седативных средств, таких как лорозапам.